Ну, давайте еще раз. Историю нужно рассказывать? Интересно, как это было за два года? Хорошо. Действительно, IT-парк, стартап, он два года назад появился. Должен был быть IT-парк в Челябинске, так как город не попал уже в программу Минкомсвязи создаваться компанией Ростелеком и крупными челябинскими интеграторами. Но в итоге Ростелеком передумал делать здесь что-то из таких инфраструктурных проектов. И проект мы делали частным порядком. Делали его команда айтишников, ваших коллег. Они же занимались ремонтом, они же сопровождали стройку, ходили, утром программировали, после обеда приходили, проверяли подрядчиков, как они выполнили покраску, бетонные работы и так далее. Не знаю, сегодня один из них в Америке в последнее время, это Илья Бачков, второй, Игорь Павленко, его потерял из виду. Но где-то он может быть здесь, может быть нет. И традиционно, мы как стартапы ко всему этому подходили, мы привлекли финансирование, в частности частичное, фондовое. То есть мы понимаем, как с этим работать, как брать эти деньги, как за них отвечать. И дальше был такой, для рефлексии, может быть ваши, если вы занимаетесь бизнесом, это вопрос еще. А что делать дальше? То есть не сама же цель IT-парк открыть, а что делать с этим делом, как на нем зарабатывать, для чего его вообще в регионе нужен. И вот к моменту открытия мы с командой разбирали два варианта. У нас было две стратегии. Одна – подтянуть ресурсы федеральные, вторая – это IT по принципу WeWork. Сеть коворкингов на то время малоизвестная была в России, ну может и сейчас не всем известная, но в мире она набирала обороты. Если тогда она стоила полтора миллиарда долларов, сейчас стоит 15 миллиардов долларов, то в общем можно было выбрать ту стратегию. Но парк был построен, открыт, и так получилось, что в 2015 году в Челябинск приехала делегация правительственная во главе с Медведевым. Может помните, может нет, было здесь такое дело. И нас пригласили на эту встречу с Дмитрием Анатольевичем, и вот был удобный повод предложить ему сделать здесь Челябинское сколково. Мы тогда подумали, а вот потащим ресурсы фри, потащим ресурсы сколково и сделаем здесь такой, ну как бы там, в кавычках телепорт, да, очень быстрый доступ к ресурсам федерального уровня. Почему? Вот у нас традиционно, я вот помню, да, когда живешь, да, в Челябинске, погода приходит, мы все на Москву, погода приходит, через два дня из Москвы, мода приходит, через год из Москвы, все, что там, да? Время плюс, да. Время плюс, да. То есть что-то приходит через Москву и через какой-то период времени, образование приходит и так далее. Вот поверьте, парк сегодня это онлайн, то есть это твой такой телепорт, когда все, что есть в Москве, уже есть здесь. То есть надо просто уметь это брать, как обычно, то есть на полке оно не лежит, ты должен тоже постараться. Вот. И вот был такой, была такая встреча, я сидел на этом совещании, сидел Дмитрий Анатольевич, вокруг с него сидел кабинет министров, напротив меня сидел Игорь Иванович Сечин и вот его подобные коллеги. Мне было очень страшно делать доклад, но после этого доклада я вам скажу, я уже ничего не боюсь. Вот. Но я его сделал, то есть я предложил Дмитрию Анатольевичу сделать здесь Сколково региональное, меня поддержал Борис Анатольевич, но дать должное, все два года он меня везде поддерживал, и его админподдержка как раз, наверное, стала ключом того, что Челябинск стал первым регионом. Вот. Мы выбрали Сколково полтора года, ну, выбрать выбрали, да, у меня есть даже красивое письмо с росписью, я знаю, как выглядит подпись Дмитрия Анатольевича вживую. Вот. Как это, но потом, все полтора года мы опять же с ребятами уже нашей команды IT Park работали тем, что ходили, обивали двери, обивали кабинеты и делали то, к чему IT Park пришел сегодня. Два года мы, честно сказать, искали специализацию, и вот сегодня, мне кажется, что мы ее нашли в термине экономики 4.0. Объясню, почему одна. То есть нам, как региону, повезло, у нас здесь много промышленности, и если вы делаете продукты в разработке для промышленности, то у вас как бы вот этот денежный мешок, он рядом. Люди, которые платят деньги за разработку, за решение промышленное, они находятся в нашем регионе, сюда приезжают со всего мира, продают свои уже ERP-системы, там, продукты для работы с продажами, маркетинг, мобильные разработки и так далее. Если мы что-то делаем здесь в регионе и можем вот эту вот связку с промышленностью укрепить, это будет, ну, опять же, повторюсь, для тех, кто работает на этот рынок, то это большая синергия, потому что, а, вас в этом поддержит местная власть, вас в этом можно найти каналы, чтобы поддержала местная промышленность, и для вас будет, ну, какая-то такая небольшая фора, но можно ее сделать, чтобы вы установили эту работу с промышленностью. Вот в парке то, что мы сейчас делаем в последнее время, это мы делаем вот эту площадку коммуникации вот этих, скажем так, промышленников, да, которые никогда не спускаются на уровень, ну, вот, вникания в новые технологии, и ребят, которые занимаются новыми технологиями, которым тяжело дойти до этих людей, потому что, как правило, перед ними стоят много-много-много фильтров, которые их и убивают. И индустриальный совет, опять, не знаю, слышали вы про него или нет, это такая площадка, на которой вот губернатор плюс крупные промышленники сидят и разговаривают с ребятами, которые делают решение, говорят, вот у нас есть разработка, она может применяться, например, на вашем металлургическом или там машиностроительном предприятии, или агропредприятии, сельское хозяйство, тоже индустрия, вот, давайте его посмотрите. За прошлый год сделок, вот, благодаря таким встречам, их было три, за прошлый год было около 60 миллионов стартапы продали предприятиям своих решений, и больше 100 миллионов компаний, стартапы получили инвестиции под то, что они, их промышленники, с ними начали работать. То есть схема, она рабочая, но нужно тоже понимать, как вот туда прийти, понимаете. Что такое IT-парк? Ну, для тех, кто не был, много было рук, но знает, или для тех, кто знает, но не приходит. Пирамида Маслова, всем понятно? Да, ну, есть цепочка ценностей физиологических, и по мере роста к пирамиде она переходит к тому, что он самореализация. Парк точно так же. Нижний уровень, это стены, офисы, коворкинги, конференц-залы и все прочее. То есть это помещение. Средний уровень пирамиды, это то, что там проходят мероприятия. Ну, мероприятия, тренинги, образовательные конференции, такие же, как здесь, только более минимального формата. То есть там происходит что-то, что вы можете прийти, попробовать себя и там себя применить. А третий уровень, самый высокий, который не объясняется, но благодаря которому, собственно, люди становятся успешными, это создание комьюнити. Вот это место, где на базе, не знаю, своего присутствия, ты цепляешь, разработчик цепляет бизнесмена, бизнесмен цепляет разработчика власть, разговаривает с тем, с кем не будет разговаривать. Коллега находит коллегу, люди объединяются в команды, в стартапы. Это физическое место рождает комьюнити, которое само уже само организовывается, и парк уже на это не влияет, не является бенефициаром этих интересов. Люди сами на этом зарабатывают, вырастают, стреляют, ну или наоборот пропадают. Например, есть статистика у Сколково, сколько финансовых показателей в динамике у компаний, которые находятся на территории фонда Сколково, там в технопарке, там же можно по закону и не находиться пока еще, и сколько у компаний, которые не находятся, какая динамика этих финансовых показателей в сравнении с теми, кто находится. Разница кратная. То есть, ну, ты физически пока себе не можешь объяснить, но что ты придешь и там будешь делать. Выпьешь кофе, ты придешь на мероприятие, но практика показывает, что мозг наш так устроен, что он начинает, понимая, ну, здесь есть стремление и ценности, цеплять нужные контакты не в плане какого-то нетворкинга, да, а в плане зацепки их в виде ресурсов для решения твоей цели. Если ты разработчик, ты, может быть, найдешь новую работу. Если ты в душе предприниматель, да, глубоко, то наверняка ты начнешь искать единомышленников в создании команды. Если ты, ну, и вот таких примеров их масса. И в этом плане, ну, я не знаю, что может быть альтернативно, да, то есть в чем парка сила. Там есть смыслы. Смысл некого комьюнити, которое играет на роль всех интересов. У меня есть вот, кстати, отзывы. Мы как-то собирались, наших резидентов парка, и спрашивают, почему вы у нас находитесь. И есть компания XPH, ну, наверное, там многим знакома. И Эльдар говорит, ну, мы находимся здесь, потому что это важно для наших клиентов. И мы находимся здесь, потому что это важно для людей, которых мы берем на работу. Когда мы, говорит, пишем предложение клиенту, ну, приглашаем на встречу, он говорит, куда приходить. И мы говорим, мы в IT-парке. У него, говорит, маркер доверия к нам повышается так, что он уже, ну, это уже снимает с него какие-то такие сомнения, что компания, ну, там, непорядочная или не будет с ним работать, заберет деньги и пропадет и так далее. И люди, говорит, когда приходят, ну, говорит, им нравится здесь работа, они здесь проводят время. Ну, опять же, Эльдар больше некий представитель компании, которая уже, ну, так уверенно стоит на ногах, да, и больше развивается даже в региональном масштабе. А для стартапов есть у нас два продукта. А. Инкубация. Б. Акселерация. Для себя мы делаем образ первый. Инкубация – это создание прототипа. То есть есть идея, надо что-то создать, что вживую покрутить. Акселерация – это масштабирование. То есть есть уже что-то первое, продажа и так далее. Надо это масштабировать, увеличить продажи. Для нас больше интересно второе, скажу честно, потому что мы частный парк, мы хотим зарабатывать деньги, и мы знаем, как зарабатывать деньги на рынке B2B. B2C для нас менее профильный, мы больше используем здесь партнеров, наверное, от лица Free, в лице Сколково. Но B2B, уже эти институты используют нас, как некий фронт-офис, чтобы помогать продавать, ну, вот эти контакты, устанавливать со стартапами. Для нас это тоже, ну, такой… Для нас и для вас, я думаю. А, и куда мы смотрим? Ну, то есть вот смотрите, если логику развития парка, то она была такая. Была идея, которую мы трансформировали, сообществом сделали частный парк, привлекли фондовые деньги, нашли стратегию, мы ее, я вам рассказывал очень кратко, да, как ее получили и дальше ее шагами практическими дожимали. То есть все время мы работали, все время мы что-то делали. То есть не является сама цель получения статуса Сколково, ну, ты получил, что дальше? Не является сама цель создания IT-парка, создал, что дальше? Не является сама цель, ну, в каком-то событии, сама цель является выполнение функции, которую ты для себя взял. Вот, и что мы дальше смотрим? Вот я, обзор вот этой инфраструктуры, как бы так, развития, да, почему я, может быть, за Родину там болею, как я это вижу? Вот вся аудитория, которая сегодня собралась вот на эту конференцию, в большинстве своем уже других ценностей, нежели большее население нашего города. То есть это люди, которые переходят из той жизни в новую, это люди другого возраста, у которых вызов, есть ценности на здоровый образ жизни, которые хотят и уже могут зарабатывать, и могут позволить тратить чек потребительский выше среднего по нашему городу, там, и области, я уж не говорю. И вы люди, как бы, вы люди, для которых есть работа в завтрашнем дне. Вы в ней понимаете, вы, скорее всего, правильно сориентируете детей, там, и сами правильно сориентируетесь в этой жизни, и у вас все уже будет там в порядке. Но для тех, ну вот если там для массовости, да, взять, то большинство все равно у нас работает на производстве в большом, малом, неважно. Большинство людей в сервисе, в каком-то сейчас, и в завтрашнем дне им будет тяжело, очень тяжело, тяжелее, чем вам. Гораздо тяжелее. И я вот для себя вижу, почему, вот еще, скажем так, Сколково, почему этот. У Сколково единственный инсульт развития, у которого есть территория. Если вы, вот я вот точно вам рекомендую, когда вы будете в Москве, там это бесплатная опция, как бы экскурсия в фон Сколково, съездите, посетите. На ее территории находится гимназия, там единственная клиника в России, которая не подчиняется Минздраву. Так для вас, для информации, не дай бог, конечно, но полечиться там. Там жилье, причем вполне по доступным ценам, по меркам, даже Челябинска, мне кажется, в аренду. Там технопарк большой, офисные помещения, там проходит много спортивных и культурных мероприятий. То есть эта территория в 400 с лишним гектар, и она не только про вот стартапы. Там образование, ну, сейчас будет Сколтех, да, запустится. Есть он уже, ну, как бы инженерный профиль. Кто будет работать с вашими разработками, когда завтра будет уже оборудование совершенно другого порядка, квантовые технологии и так далее. То есть нужны будут инженеры, их готовят только пока Сколтех во всей стране. Извините, там их не готовят. Может, так как бы не подошли еще. И вот по этому аналогию я вижу какую историю, что нам на базе нашего IT-парка, на базе регионального Сколково, развивают ту же территорию. То есть что в этой территории точно так же. Ну, как рестораны, кафе, там тоже есть в Сколково. И спортивная, да, вот эта инфраструктура. Вы все любите и поработать, и провести время. Вы можете за это оплачивать. Вы можете получать это образование и хотите. И в этот процесс надо включать больше людей. Зачем это надо нам? Ну, по-честному, у нас заработок – это девелоперская модель. Нам, чтобы содержать хорошую команду, которая могла бы вот этот регион наш развивать, нам нужен масштаб девелоперской модели. Без него сложнее. Но обратную сторону, как бы здесь такая игра. И насколько это вам надо, насколько вы готовы, заинтересованы жить в этом городе и развивать его инфраструктуру. Если этого ничего не будет, то, скорее всего, либо вы, либо ваши дети отсюда уедете. Если вы, кроме работы, не будете иметь досуг, жизнь, и негде будет проводить время, то, скорее всего, это будет более главным для вас, даже нежели экология, чтобы из региона покинуть. Будет для вашего гостя приезд в Челябинск, куда вы его поведете? Ну, его поведете на улицу Кировка, и, пожалуй, этим образом вы закончите, потому что никакого другого образа городского вы им не дадите. Либо базового отдыха. У Вильды, не знаю, торгаяк. Если будет место, где еще немножко нового формата, похожего на Сколково, вот в Челябинской области, появляться, да, и мы его сможем частниками создать, то там это как раз и будет речь в образовании и о будущем. Вот мы смотрим туда. Удастся, ну, как бы, мы, во всяком случае, будем стараться эту тему развивать. Что касается земных, как бы, да, таких историй, зачем бы я порекомендовал, не спросил, к сожалению, наверное, аудиторию, кто здесь присутствует, но многих я и так даже знаю в лицо. Я точно рекомендую следить за мероприятиями. У нас открылась точка кипения. Вот вы все из IT. Мы бесплатно вам даем больше 500 квадратных метров площадей для проведения любых активностей, которые связаны, ну, с повесткой, ну, то есть не коммерческого плана, чтобы вы тоже понимали, что вы на этом не деньги зарабатывали, а если вам нужно провести там даже со своей командой или со своей компанией или просто единомышленников какие-то мероприятия, это бесплатно. Называется точка кипения достаточно легко записывается через лидер ID. То есть хочется вам, соберите единомышленников, придите, проводите там свои хакатоны, мероприятия, тусовки. Вот программу, директор Ксения представлен. И это, кстати, вот я сам очень внимательно разбираюсь в историях осичных, да, вот этих точек кипения. Зачем она нам в регионе? Для нас этот, вот мы с вами здесь не научились еще быть такими мастерами, как вот там в Москве все равно, несмотря на то, что мы сокращаем эти расстояния. Там много знаний, которые туда подгружаются, потому что у них ресурсов больше на старте. Но мы можем очень быстро это схватывать и нужно для себя забирать, особенно в плане образования и детей. Государство качает сейчас огромные деньги, которые, ну, люди не берут, а те, кто берут, как говорят, там, либо грантаеды, уже даже такие термины, да, пошли, либо, ну, не дающий результат. Есть желание, вот присматривайтесь, не для себя, так для детей. Второе, что точно хочу сказать, для резидентов, благодаря тому, что большой осколковал, в частности, у нас работает с крупными компаниями, если у вас есть свой бизнес, то мы для вас можем некоторые сервисы подтянуть более выгодно, потому что у нас есть договора, например, там, с СКБ контуром, там, банк точка, там, сервис кнопка и такие вот подобные истории, они для вас будут просто выгоднее, если вы будете приходить, ну, как бы, с нами. Кадровый момент. Мы постоянно ищем людей, вот для нас важно, вот в зале, если есть, если нет, передайте друзьям, кто знает, для нас очень важно найти людей, которые уже сами реализовались в бизнесе, чтобы они пришли к нам работать на определенном сотрудничестве директорами по акселерации, директорами по операционными директорами. Это речь о том, что со стартапами нужно, сотрудничать, чтобы они делали. То есть, если вы реализовались, придите к нам, у нас есть люди, которым вы нужны и есть мотивация для вас. Ну и самое главное, то есть, я вот точно призываю к нам приходить еще, где Евгения? Да, директор Евгения, Тимур. Директор IT-парка Евгения, Тимур директор по бизнес-инкубатору. Вот смотрите, мы вкладываем свои деньги. То есть, если мы считаем, что идея здравая, мы на ней можем реализоваться. И партнер, который к нам приходит с этой идеей, может тоже реализоваться. Мы готовы в это играть. Мы готовы в это вкладываться и реализовывать эти проекты. Если у вас есть идеи, то есть, приходите к нам. Мы не министерство, нам не надо писать официальные письма и так далее. Фейсбук, Телеграм, звонок, физические ножки. Есть предложение, как развивать? Вот я вам рассказал, куда мы примерно, с чего мы начали, куда мы смотрим. Давайте предложение. Мы можем чего-то не видеть, не понимать, чего требует и хочет комьюнити. Что нужно, может быть, реально вам и персоналиям. Потому что я говорю в общем, но в частности, все равно это нужно только ограниченному количеству людей. Обращайтесь, выходите. Сейчас, по-моему, барьеры стерты между в коммуникациях, уберизация такая произошла. Ну и, я не знаю, дабы не стоять между вами и автопати, да, что нужно сделать? Спасибо. Не, а у нас, смотрите. Я заберу себе. У меня еще сегодня, если вот это вот оставите мне, увидите танцующие на столе. Так что задавайте вопросы, пожалуйста. Давайте. Спасибо. за вопрос. Я сейчас пишу диссертацию, такую, знаешь. Да, она, я ее опубликую, если защищусь в октябре, и ее точно можно будет почитать. Я пишу по-честному, особо ничего, но я вообще стараюсь, как есть, так и говорить. В иворк, сеть коворкингов, там один смысл, это коворкинг. и я понимаю, я понимаю, что сейчас у этой сети, после ее стремительного взлета, сейчас будет наоборот падение, потому что будут нишевые коворкинги, будет какая-то, ну, там, похожая модель, и это бизнес, скорее всего, у которого один смысл. Это бизнес сдачи офисов в аренду, ну, и такого, как бы, клубного формата по всему миру. У Сколково, у Фри, у вот наших смыслов больше. Во-первых, это офисы, во-первых, это, во-вторых, коворкинги, в-третьих, это мероприятия, ну, и еще IC, да, добавлю. В-четвертых, если говорить, ну, там, то, что я сейчас хочу инвесторам, там, и предлагаю, да, то есть ты можешь вложиться в бизнес частного Сколково, но ты еще бионусом к, там, площадям арендным получишь вклад в акселератор, в котором, если компании выстрелят, ты еще и с них, с их долей заработаешь. То есть смыслов, как минимум, пять, и они растущие. То есть вот, я не знаю, знаете вы, нет, но почему сейчас сворачивают программу открытия, там, многофункциональных центров в России? Потому что я вам скажу, в Америке их закрывают. Вот я только приехал из Америки, в Америке их закрывают, там теряется история, вот этих, как это, мегамолов и так далее. Все, эта история ушла. История, в котором один-два смысла, она не будет работать. Почему я говорю о территории? Почему нужно образование, сервис? Я не потяну это один. Я хочу, чтобы, вот, я собираю вокруг парка молодогвардейцев, гостиницу Виктория, там, пиццерии, еще какие-то, фитнесы. Я говорю, ребят, давайте в одном формате сделаем один уровень сервиса, вот, и вот такие люди, как вы, они туда придут. Вы, ну, в Виктории, там, потранжируете свой сервис, в пиццерии, соответственно, этот фитнес, так ваш запрос, это быть здоров, вы требуете же свой сервис. А парк молодогвардейцев, по программе сейчас, которая проходит, благораживание парков, не просто, там, скамейки поменять, да, а сделать его вот тот, в каком он нам формате нужен. То есть, сворк, ну, там, воркаут или что там, такие площадки, да, то есть, и это будет территория, которая, она наш, вот, моих ценностей, ваших ценностей, она нас привлечет туда. Если частники, ну, за мной эту историю пойдут, да, то, значит, нам это удастся. Не пойдут, значит, не удастся. Ну, в общем, вот, первый вопрос смыслов этот, и второй, что, тоже, извиня, не упустила. Масштабирование, если я это сделаю здесь, это будет окупаться, то есть, пока это, чтобы вы понимали, в прямую не окупается, но, но есть сделки, которые ушли за миллионы долларов, которые благодаря этому делаются. Это реальность. И если это будет окупаться, то любой инвестор очень быстро в это вложится, потому что, ну, как бы, ты вкладываешься в некий девелоперский модель с определенным количеством смыслов, и у тебя, кроме гарантии того, что ты просто будешь владеть, ну, некоим объектом недвижимости, есть еще возможность заработать на дополнительных, на дополнительных смыслах. Ну, вот, я думаю, так. Ну, во всяком случае, то, что я вижу, сегодня, похоже, уже делает Рыбаков, его там некие соки, да, вот, это примерно то же самое. Спасибо, Максим. Нет, это не челябинский. Вот здесь нюанс был такой, что те, кто продал, компании, которые купили, это челябинские. Например, ММК, Маяк, вот так из двух примеров. Но стартапы, которые им продали, они не челябинские. Ну, вот эти успехи, они были за счет Альтипарка. Мы делали эти мероприятия, я лично их ходил и их продвигал. Хотя они не наши, но, как бы, я делал. Из наших, ну, кого я знаю из наших ребят, кто более-менее двигается сейчас, кто у нас проходил первые два набора. Мы их делали, может быть, помните. Это Валентин Дорохов, его компания Турборендер. И компания Инновации Детям, они не были в прямой нашим резидентом, но эти ребята очень круто растут, и, ну, они постоянно в поле зрения. Со многими компаниями мы не работали в прямой акселерации, мы помогали им точечно. Мы, ну, в живом контакте с Наполеон Айти, и всегда, когда есть какие-то мероприятия, это же как, ну, то есть есть там человек, который мы считаем, что будет полезен, например, там, Павлу, да, под корыгом. Мы звоним Павлу, говорит, вот такое мероприятие, приходи. И очень много, то, чего мы делаем, мы не являемся выгодоприобретателями, но без этой репутации вы к нам не придете. То есть на чем-то, да, мы зарабатываем, что-то мы делаем без заработка. Есть сделка, буквально скоро она пройдет в прессе. Она случилась благодаря нам, от и до. Она там миллионами долларов уже оценивается. и там как бы серьезно, очень серьезный проект. Она не совсем в IT, она даже больше не в IT. Тимофей, спасибо. Давай за скобки чуть-чуть оставим. Спасибо за вопрос. Я просто вижу чуть-чуть, у меня кожей вот это вот ощущение энергии в аудитории, оно есть. Поэтому сейчас я хотела уйти от сентиментальности, но это происходит так, что предприниматели, они встали сегодня раньше всех, и мы начали секцию, сегодняшнюю конференцию с бизнеса. И мы завершаем ее. То есть, хотя считается, что коммерс – это ругательное слово, о котором мы говорили вчера, но именно эти люди, мне кажется, всегда работают больше всех. И это я сейчас не просто для того, чтобы похвалить кого-то конкретного. Конкретно я сейчас хотела бы пригласить на сцену Андрея Ситко, Антона Рожкова, Вадима Исаканова, тех людей, которые не спали ночами и которые сделали эту конференцию. Я точно знаю, что они бы сами не вышли. Андрей, пойдем. Вот назови всех ребят, на кого мы сейчас должны посмотреть. Слушай, я не знаю, как бы здесь, может быть, в зале-то уже этих ребят нет. Я, наверное, что сказать хотел, как бы спасибо всем, что и пришли, как бы и партнерам. Я говорю, вот еще раз подчеркну, что в этом году конференция состоялась во многом благодаря партнерам. И когда мы решали сделать ее бесплатной, мы понимали, что вот только вместе мы можем сделать какое-то крепкое сообщество IT. И это получилось. То есть, по мне так мероприятие удалось. Все молодцы, как бы вы, как участники, послушали, и надеюсь, как-то что-то завтра у вас где-то изменится, может быть, какие-то новые коммуникации, какой-то новый опыт. Поэтому не знаю, что сказать. Всем спасибо. Всех, знаешь, по именам я сейчас не перечислю, у меня уже просто немножко дым в голове. И где-то я, где-то я поплыл, да, но как бы все отлично сработали. Мне, я могу вот сказать, знаете, из особенностей этой конференции. В этом году в организаторах мы когда собирались там в начале, мы думали, что делать, как делать. И вот ребята IT-агенции из Москвы сказали, а мы вам как бы готовы помочь, то есть давайте мы возьмем на себя секцию дизайна. Это было очень круто. То есть мы вообще не понимали, как эту секцию дизайна сделать. И тут хоп, срослось. Поэтому как бы вот фронт-энд, ребята там Юнит-6, Антида, как бы вот они на себя эту секцию взяли. И как-то так каждый на себя кусок конференции взял, вытянул и бам, все срослось. Это очень круто. Поэтому ну вот все молодцы и как бы все, всем спасибо. Это что? Мы сегодня от IT-парка и от точки кипения наварили почти 50 литров кофе на всю нашу дружную компанию и обещали разыграть сертификат. Мы получили, конечно, массу хештегов, обещали разыграть сертификат. Наверное, как раз попросим человека со счастливой рукой организатора. Да. Здесь у нас масса новых контактов и новых связей. Надо потрясти волшебно и мы разыгрываем сертификат на услуги IT-парка на 5000 рублей. И теперь прямо-прямо счастливой рукой вытянуть. Где-то из глубины самых первых, может быть, людей, пришедших в самую рань. Да, мы решили, это будет один счастливчик. Алифина Кастерина. Ну, мы можем бурными аплодисментами отбудить девушку. И сертификат дождется счастливого обладателя. Мы найдем, у нас есть контакты. Спасибо. Ну что, ребята, восьмой год. Еще, я забыл одного партнера. Погоди, как бы, вот про партнеров-то сказали, а вот про IT-парк сейчас Макс выступал, я даже ни слова не сказал. А между прочим, Максим, как бы, IT-парк, они спонсоры автопати, которые вот сейчас вот там будет. И это тоже очень здорово. И вот, поэтому вот, что ты хотела? Спасибо всем сказать. На автопати. Второй этаж, Редисон, ресторан, будет мероприятие, небольшая программа. Говорю, какое-то количество пива бесплатного у нас есть. Но дело же не в пиве и не в бесплатности. Главное, чтобы посидеть и пообщаться. Поэтому, у кого желание продолжить общение, welcome. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok